Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мнение». Я с удовольствием хочу представить гостя нашей передачи. Это Айнура Челпонкулова. Она является коучем по карьерному образованию, родительству и софт-навыкам. Здравствуйте, Айнура! Здравствуйте! Я благодарю, что вы согласились принять участие в нашем интервью. Спасибо большое, что нашли для этого времени. Скажите, пожалуйста, как вам удается вот совмещать свою основную работу по образованию, плюс вы еще являетесь гражданским активистом. Для этого нужно быть очень мобильным, организованным человеком. Как вам это удается? Вот, кстати, вы очень так четко отметили, что нужно быть сегодня мобильным и организованным человеком. Это, кстати, одни из ключевых навыков, ключевых софт-навыков – мобильность и организованность. И требования времени. Да, это то, в принципе, чему я учу, помимо других навыков. Но и самой приходится, так сказать, работать над собой, быть организованной, быть мобильной. Поэтому я стараюсь все планировать. Не всегда, конечно, получается. Я человек, мы все несовершенные, выходим иногда из плана. Но, тем не менее, все-таки я стараюсь планировать и наблюдаю очень и участвую, да, в общественной жизни нашей страны. Благо, что есть соцсети, где мы получаем все новости. Где вы активно пишете посты, выкладываете свое мнение. Да, о мероприятиях. И я думаю, что для нашей жизненной активности не обязательно вот как-то там вступать куда-то, да. Можно просто присоединяться, если это затрагивает, ну, скажем, твою душу, твое сердце. Потому что мы же живем в нашей стране, ну, как быть оторванным от этого? Я ни в коем случае не хочу, скажем так, осуждать каких-то других людей, которые, может быть, не принимают, да, такого активного участия. Но для себя я решила, что поскольку это моя страна, я хочу, чтобы у нас, ну, чтобы мы жили в процветающей стране. Поэтому я, если это действительно затрагивает меня, да, внутри, то я обязательно принимаю участие. Ну, давайте начнем с вашей основной деятельности. Это вот коуч по карьерному образованию, по родительству. Сегодня многие большое внимание обращают к образованию детей, воспитанию. Вы какие, в основном, вещи продвигаете? Что сегодня очень больше всего волнует родителей в плане образования? Вот о вашей деятельности в этой сфере? Ну, естественно, любого родителя сегодня волнует качество образования и будущее своих детей. И, конечно же, ко мне обращаются родители. Прежде всего, они хотели бы, ну, родители старшеклассников, которые уже задумываются о своем будущем, о своей специальности, о своих карьерных планах. И, соответственно, я помогаю им определиться со специальностью, значит, диагностировать их, выявить их таланты, да, и дать рекомендации как детям, так и родителям, вот на основе их талантов и сильных сторон, какую специальность они могут выбрать. Это первое. Как сделать правильный выбор, да, что очень важно. Да, верный выбор. И второе, естественно, чтобы подготовить их к обучению, естественно, у меня есть своя авторская программа, где я развиваю в них вот эти вот софт-навыки. Прежде всего, это критическое, креативное мышление, навыки коммуникаций, эффективных коммуникаций, лидерство, ораторство, управление временем, целеполагание, планирование, организованность, мобильность. Все то, что не дает сегодня средняя школа. Да, все то, что не дает школа, ну и, по сути, большинство вузов тоже, да, скажем так, не дают этих навыков. Именно эти навыки позволяют, как бы, взрастить из подростка зрелую личность, которая сможет принимать решения, которая сможет находить различные креативные пути решения в своем карьерном пути, ну и вообще в целом в жизни. И, соответственно, когда я обучаю, скажем, школьников, студентов, то и всплывают вопросы родительства, потому что это вот, ну, это как бы единая система. Взаимосвязано. Это взаимосвязано, да. Если у ребенка есть какая-то неуверенность или страх, или какие-то комплексы, то это не потому, что он такой, а потому что, значит, что-то, есть какой-то пробел во взаимоотношениях и в воспитании. В семье. В семье, во взаимоотношениях с ребенком. И в этой связи я работаю не только с детьми, но и с родителями. Для родителей у меня тоже есть семинары, вот. И, естественно, обязательно, обязательно я работаю также и с родителями. И, кроме того, и с педагогами тоже ко мне обращаются. Я обучаю и педагогов, и вузов, и школ. Вот есть такая потребность, да. Айнура, то есть вы стараетесь, помогаете подготовиться к взрослой жизни, то есть это самостоятельность, анализ, правильно ориентироваться во взрослой жизни и так далее, да? Да, 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 да. То есть это вот, знаете, софт-навыки, социально-психологические навыки, это, по сути, жизненные навыки, которые необходимы будут ребенку, да, не только в учебе, но и в целом в жизни, да. То есть если мы хотим видеть своих детей счастливыми, успешными, самодостаточными личностями, то нам, естественно, нужно обучать, нам, естественно, нужно обучать их этим навыкам. Ну вот так сложилось по сей день, что в большинстве своем ни школа, ни вуз не готовят, значит, вот к такой жизни, да, самодостаточной, взрослой, в которой, скажем, выпускник сможет принимать решение и брать ответственность за себя, да, за свою жизнь прежде всего. Ну, я не говорю, скажем, об исключениях. Есть, конечно, у нас вузы, исключения, да, но их же недостаточно, вузы и школы, их же недостаточно на весь Кыргызстан. Ну и, наверное, помимо вот правильного выбора профессии, детям еще важно давать такие знания, вот, ну, скажем, отношения к девочке, к женщине, да, что очень важно сегодня, вот, принимать ответственность, быть самостоятельным, бюджетным. Ну, вот, в жизни очень много, вот, во взрослой жизни очень много вещей, к которым нужно быть готовым, наверное, с детства. Да, вот вы прямо вот с точностью, как говорится, вот, ставите эти вопросы. Это как раз то, чему, в общем-то, я обучаю на своей авторской программе. Вот, кстати, управление личными финансами у нас тоже включено. И, вы знаете, вот этот модуль очень-очень нравится нашим подросткам, и они уже у меня открывают счета, да, открывают онлайн-карты, потому что без этого никак нельзя. Если они хотят учиться за рубежом, у нас это не практикуется, то, естественно, они будут переходить на, ну, как бы, на онлайн, да, платежи, да. И это очень важно, очень важно детей, как бы, детям давать эти знания уже вот в их раннем возрасте, да, в раннем возрасте умение управлять личными финансами. Что касается, вот, отношения к девочкам, отношения к женщинам, на эффективных коммуникациях, на занятиях мы очень много говорим вообще о том, как надо общаться. Мы очень много говорим о толерантности. Ну, не то, чтобы говорим. В принципе, мы не говорим, они прорабатывают. Конкретные кейсы берутся, и они в ролевых играх прорабатывают эти кейсы. Да, уважение личных границ, уважение личного пространства человека, да. И это начинает работать. Это начинает работать, вот, например, мои подопечные, подростки говорят, вот, мы приходим со школы, мы абсолютно усталые, разбитые, а здесь нам интересно. Вот, это то, что нам пригодится в жизни. Почему? Они часто мне задают вопрос. А почему нас в школах этому не обучают? Ну, мы люди советского времени, вот, нам всех этих навыков никто не давал, к сожалению, да. Мы вот через методы ошибок, проб, там, сами набивали себе шишки. Да, абсолютно верно, набивали. Это все, конечно, необходимо давать детям. Ну, и вы говорите, что и родители должны тоже быть образованы и быть тоже участниками формирования личности. Да, абсолютно верно. Потому что мир, если вы видите, мир сегодня изменился. Если мы перенесемся назад, скажем так, в прошлое, вы помните, да, в наше детство, то мы, в общем-то, жили в изоляции, ну, согласитесь, да? Я помню, как нас воспитывали, в основном это был такой авторитарный стиль воспитания. Да, в изоляции и в послушании, да, к родителям. То есть, если родители сказали, пойдешь туда, и чаще всего дети выбирали те специальности, чаще всего, которые им рекомендовали родители, даже не рекомендовали, а говорили, ты пойдешь туда. Да, настоятельно рекомендовали. То есть, сегодня мир изменился. Во-первых, мы уже давно не в Советском Союзе, да, это была закрытая страна. Ну, и во-вторых, вот буквально за 10 лет, за каких-то 10-15 лет мы стали как в одной глобальной деревне жить. То есть, ну, мы же видим, да, что мы можем запросто общаться через интернет, через соцсети, с людьми с разных точек мира и дружить с ними, да, узнавать новости уже сегодня, что произошло в Германии, там, в Штатах, в Таиланде, сиюминутно, да. И, соответственно, меняемся мы, меняются наши дети. Если мы, если вот мы пообщаемся с ребенком, то он знает даже, наверное, в технологиях больше, чем мы, да. Я часто консультируюсь с детьми, да, спрашиваю, слушай, а как мне вот здесь, а как мне вот здесь, подскажи. И они очень быстро подсказывают и обучают. Вот, и, ну, мы-то, родители, мы-то воспитывались в другой среде, и мы следуем сценариям, согласитесь, своих родителей. Наши родители следовали сценариям своих родителей. И как бы ни глобализировались мы, все-таки вот это в нас прет. Где-то там что-то указать своему ребенку, где-то, даже, знаете, применить психологическое, эмоциональное насилие. Чрезмерная опека над ребенком, да. Либо чрезмерная опека, либо чрезмерный контроль, да. То есть не даем ответственность, говорим, она же маленькая, или он же маленький еще, да. И вот это вот, естественно, мешает. И когда я переобучаю детей, они становятся абсолютно другими. Естественно, встает вопрос о переобучении родителей. Но мне нравится, что родители все-таки у нас сейчас рефлексирующие. Когда я им говорю, вот вы знаете, вам нужно поменяться. Я так им открытый, смеясь, говорю, вот дети у меня изменились, а вы у нас по старому шаблону поведения. И родители соглашаются, да, да. Хотя бывают такие родители, которые считают, что, а зачем нам меняться? Вот пусть ребенок меняется. Но ребенок... А в целом тенденция как? Вот родители понимают, что сейчас другое время, что детям нужны навыки иные. Да, это вот единицы. Но в целом родители понимают, что вот с изменением детей они тоже должны меняться. То есть они должны менять свои взаимоотношения, язык общения с ребенком. Вот я родителям всегда говорю, спрашиваю, вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым? Конечно, хотим. Вы хотите, чтобы он добивался своих целей? Да, конечно, хотим. Вы хотите, чтобы он был успешным? Да. Тогда вам нужно уметь его мотивировать. Уметь с ним говорить, ну, скажем так, на позитивном, на конструктивном языке. А у нас родители как? Если, предположим, ребенок неорганизованный, но часто же говорят, вот он неорганизованный. Вот как мне с ним поработать? Я ему все время говорю, что ты неорганизованный. Так, говорю, если вы будете все время делать замечания негативно, ты неорганизованный, неорганизованный, ленивый, ленивый, у ребенка закладывается установка, да, я ленивый. То есть это неправильный метод воспитания? Да, я нет, конечно. То есть нужны абсолютно другие методы общения, нужна другая стратегия общения. Вы что говорите своему ребенку, чтобы он стал более организованным? Ну, знаете, я, как и любые родители, совершила очень много ошибок, поэтому у меня колоссальный опыт. До того, как стали коучем? Этими ошибками и провалами я сейчас делюсь со своими родителями, как не надо поступать. Так я вот так и говорила, ты неорганизованный, ты неорганизованный. Но потом, когда я поняла, что вся проблема во мне, и мне нужно менять себя и работать над собой, я стала своему сыну говорить, если, например, вот там получалось, что он там опоздал, да, неорганизованный или не сделал безответственность, да, безответственность, то я ему говорила, сынок, ну ты же организованный у меня, ну ты же ответственный. Если в следующий раз ты запишешь, у тебя все это получится. И вы знаете, это работает. Потому что у ребенка, как говорится, в подкорочке, да, у него такая установка идет позитивная. Ты организованный, ты ответственный. У тебя все получится. Вот такому языку общения я учу родителей. Ну то есть воспитание на позитиве. На позитивном, да, говорить с детьми на позитивном языке. Но здесь, конечно, нужен баланс. Не всегда говорить ребенку о том, что ты там гений. Вот ошибку тоже родители допускают. Хвалят, хвалят, но тем не менее не требуют. То есть кнут тоже иногда необходимо применять. Но это даже не кнут, а такое вот, знаете, выстраивание зрелых отношений. То есть сразу договариваться о правилах, сразу договариваться об ответственности. Вот, скажем, мой личный опыт. Да, на позитиве говорим, но обговорили правила. То есть если ты не выполняешь, да, этого прям прописали, то ты лишаешься, там, скажем, ну, каких-то денег, да, каких-то привилегий. И при этом, если ребенок чего-то не выполнил, я его не тыкала ему постоянно, да. В основном среди родителей, которые к нам ходят на занятия, это люди образованные или есть из регионов. Кто эти родители, которые вот хотят поменяться? Да, в основном ходят люди образованные, но в моем понимании образованные – это те люди, которые постоянно работают над собой, да. То есть они тоже сами развиваются и в профессиональной жизни, и с точки зрения, ну, саморазвития, да, личностного саморазвития. Это люди, которые работают, скажем, в международных организациях, предприниматели, да. Ездят по миру. Да, они очень много путешествуют, да, ездят по миру, да. То есть из образовательной среды, ну, из вузовской, да, или там школьной среды, да. То есть у них есть понимание, есть понимание. И более-менее широкий кругозор. Да, и очень такой широкий кругозор, и они понимают, что в сегодняшнем мире и их детям это нужно, и, собственно, им нужно, да. И даже эти люди, которые обучены и переобучены, вы знаете, да, люди с корпоративного мира, они обучены различным бизнес-тренингам, но, тем не менее, когда они проходят мои тренинги по родительству, они понимают, что, оказывается, они не все знают. Они говорят, вот мы вроде бы в профессиональной жизни так общаемся, а вот со своими детьми зачастую, да, мы не находим диалог, особенно в подростковом возрасте. Или общаемся как с подчиненными своими. Абсолютно, особенно в подростковом возрасте, вы абсолютно верно сказали, то есть позиция босса и позиция подчиненного. Ребенок не воспринимается как личность. А у меня же в основном обучаются подростки, то есть я их беру с восьмого класса, и у них уже переходный возраст от детского к взрослому. И вот это очень тяжело зачастую дается родителям. Часто бывает так, что если сын, то у папы сыном, ну представьте, папа такой успешный, сделавший себя бизнесмен, трудяга, да, сам, как говорится, да, работал, да, и по сей день работает. И вот, естественно, его бесит, если ребенок где-то расслабляется, где-то по-другому смотрит на мир, вот, и нет этого взаимопонимания. А у папы, да, его образу. А у папы модель поведения, ты должен так, ты должен этот, ну вот, прессинг идет, да. Ты мой последователь. Да, и приходилось на вот этих сессиях разбираться с этим. И ломать, наверное. Ну, ломать, не строить, говорят, да, конечно же, не ломало. Ну, мышление, менять мышление. Но показать, да, через коучинг-сессии, да, вот, показать родителю, а где его, скажем так, вот, ошибочки, да. И я рада, что родители потом меняются, папы меняются, и у них выстраиваются очень такие классные доверительные отношения со своим подростком. То есть, родитель должен быть другом, в первую очередь, своему ребенку, да? Да, родитель... Это основа, наверное. Абсолютно. Родитель должен быть другом. Родитель должен изначально понимать, что ребенок – это личность. Вот если мы хотим, чтобы наш ребенок стал личностью самодостаточной, неуязвимой, да, который будет идти так твердо к своим мечтам, к своим целям, нам, родителям, нужно учиться его любить, безусловно, и создавать опору. Какая опора? Не обязательно финансовая. Ну, если есть и финансовая, где-то можно и помочь и финансовая. Но если не достает, то эмоционально. Первое очень моральное, да, поддержка. Вот о чем говорим. Эмоционально помогать в общении, уметь слышать ребенка и его потребности. Или часто так бывает, вот у меня ситуация, отец инженер, а сын, или там предприниматель, а сын хочет быть режиссером. Сейчас вот, знаете, такой тренд, дети у нас очень талантливые, да, и вот он хочет быть режиссером. И родители начинают, да что, режиссер. И ребенок, он закрывается, он, по сути, становится каким? Несчастным. И часто вот у меня даже есть такие подопечные, которые по назиданию родителей закончили то, что хотели родители. И что произошло в конце? Они закончили. Вот он хотел быть, если режиссером, он потом идет все равно на режиссер. Заново начинает. Конечно же, это не означает, что родитель должен быть в сторонке, мы же все-таки родители. Вот нам нужно быть учиться для них, не просто друзьями быть, а коучами и монторами. То есть уметь их направлять на основе их потребностей. Если, скажем, он хочет быть режиссером, сынок, хорошо, ты хочешь быть режиссером, какие тебе курсы нужны? На что тебе обратить внимание? Где вот развить твои способности? Чтобы у него было меньше ошибок, да? Другое дело, когда ты не помогаешь, а навязываешь свое, и вы видите, дети, они глубоко внутри, они эмоционально несчастны. А если они несчастны, родители приходят, говорят, он не хочет учиться. Я тогда спрашиваю, а почему? Вот, оказывается, в чем причина. Не слышат потребности ребенка, не умеют с ним говорить и общаться, вообще не знают, чем живет ребенок. Ну, как бы с выбором профессии, самостоятельностью более-менее понятно. А вот как быть с выбором спутника жизни? Ведь это тоже очень важный вопрос. Этому вы обучаете как-то? Ну, знаете... Мне очень самому интересно. Дело в том, что если ребенок приобретает все эти навыки, то, соответственно, он и выберет подобного себе человека, то есть он не будет совершать этих ошибок. Вот посмотрите, что у нас сейчас происходит на нашем полсоветском пространстве. Очень много разводов, да? Но с другой стороны, и, скажем так, и есть люди, которые живут в семьях, но они несчастные. Давайте об этом тоже говорить. Они просто друг друга терпят, потому что в свое время они, ну, как бы в силу различных, субъективных, объективных обстоятельств... А честное мнение, родственники, родители, менталитеты и прочее. Да, они соединились, и все на этом. Опять-таки, почему? От нашей несамодостаточности. Нас так воспитывали, да? Кого-то женили, сказали, там, вот, женишься, да? Кого-то украли. Кого-то там украли и так далее. Вот. А я считаю, что все-таки человек должен делать осознанный выбор, и для этого не нужно его торопить, как это вот в нашей культуре, жениться или выйти замуж. Мне кажется, они должны сами научиться брать ответственность за себя. Пусть они получатся, пусть они посмотрят мир, да? Пусть они поработают, да? И вот когда они уже будут готовы к этому, тогда они обязательно соединятся и... Да, когда появится и жизненный опыт, и знание уже. И пусть они дружат, ничего такого, да? Пусть они дружат, пусть они присматриваются к друг другу. И тогда брак будет осознанный и, соответственно, долговечный. И брак все-таки, я считаю, что брак должен, как вы правильно сказали, основываться на единстве ценностей, чтобы люди смотрели в одну сторону. А когда люди по молодости выходят, это все-таки страсть. Это страсть, да? Которая проходит быстро. Которая кому-то, конечно, везет, если у них совпали ценности, но не всегда так получается. Это очень важно, я считаю, то, о чем вы сейчас рассказали. Ну и давайте коснемся вашей общественной деятельности, да? То, чем вы сегодня занимаетесь. Зачем вы это делаете? Что вас толкнуло вот еще и заниматься общественной работой? Это что, вот изнутри идет? Ну, понятно, что это не дань моде. Да, это вообще идет изнутри. Вы знаете, я до того, как начала заниматься именно образованием, скажем, нашего юного поколения, да, и готовить их к учебе, в основном за рубеж, да, на стипендии, на бесплатное обучение, я ведь этот выбор сделала осознанно. Я вообще-то всю жизнь преподавала и проводила тренинги, ну, совмещала, да, это все. Эти мы ограничивались, да? Да, и очень много я работала в свое время и с политиками, и с бизнесменами, да, и с неправительственными организациями, фактически со всеми секторами. И очень много мы обучали, проводили различных исследований, да, делали анализ. Но, к сожалению, все, что мы сделали за то время, я на вот определенном этапе поняла, что это как бы, ну, не имеет результатов. Ну, вы же видите, что в стране, да, работая с политиками, с чиновниками, и я решила заниматься детьми, да, решила обучать вот это поколение, потому что я вижу сегодняшние результаты. Я вот сразу же вижу, как они меняются, что они начинают делать, да, и меня это радует. Да, это важнее, наверное. Я вижу конкретные изменения, да. Денег, материального благополучия. Да, ну и, соответственно, моя работа, она фактически связана, для себя я свою миссию определила четко, это просветительство. Поэтому вот моя общественная деятельность связана именно с этим. Например, в соцсетях я очень много пишу, да, вот просвещаю в сфере образования, родительства, воспитания. И в то же время я не могу быть оторванной от того, что происходит, да. То есть я, если нужно, принимаю участие в каких-то, там, я не знаю, маршах, акциях. Потому что я гражданин этой страны. И если я сегодня не выражу... Нельзя быть безучастной в том, что происходит вокруг тебя. Да, если я сегодня не выражу, ну, как бы эту позицию, да, то завтра это коснется меня. Я абсолютно четко понимаю, что все, что происходит в стране, это касается прежде всего меня, моей семьи и будущего моих детей. Моей внучки, которой, ну, уже скоро будет полтора годика, да. Я хочу, чтобы она жила в процветающей, в счастливой стране. И... И чтобы мы тоже решали, да? Конечно. Чтобы наши дети... Какую жизнь мы выбираем и чего мы хотим. Конечно, чтобы наши дети, чтобы мои подопечные, вот с которыми... Которых я обучаю, чтобы они жили именно в этой стране. Поэтому я никак не могу быть безучастной. И, собственно, поэтому я также обучаю абсолютно бесплатно в порядке благотворительности подростков с детских социальных домов. Для меня это очень важно, чтобы они тоже имели доступ к образованию, доступ к вот этим трендам в сфере образования. Я это делаю абсолютно, ну, как бы так, знаете, и у меня нет такой цели все время афишировать это. Для меня это, собственно, и не важно, да. Для меня важен результат. И, если честно, знаете, у Нурбек, наверное, во мне, может быть, это будет пафосно звучать, но как-то мне, знаете, бывает стыдно, если я не пойду, не поучаствую. Вот внутри у меня какой-то вот такой барометр, да. Если, например, вот я не поучаствую в каком-то марше, да, там вот за права женщин, да, был 8 марта, реакция, да, против смога, где я участвовала, мне как-то стыдно становится внутри себя. Ну, это вот, знаете, это что-то мое, наверное, необъяснимое, да. Потому что если я сегодня не скажу, не выражу свой голос, а завтра, когда все это произойдет, мне будет стыдно, что я не принимала в этом участие, я ничего не сделала для этого. Не высказались. Да, хотя, в принципе, это же не сложно пойти и поучаствовать, найти время, да, буквально там часик, да. Поэтому для меня это очень важно. Айнура, спасибо, что вы нашли время, поделились своим мнением нашим телезрителям. Мне кажется, посмотрев наше интервью, многие изменятся, да, ну, или как-то вот сделают шаг для того, чтобы поменяться по отношению к своим детям, по отношению к себе, к окружающему миру. Я благодарю вас и желаю вам успехов, чтобы энергия вас не покидала, потому что, наверное, у вас очень много впереди еще задач, цели. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что гостем нашей передачи была Айнура Челпонкулова, коуч по карьерному образованию, родительству и софт-навыкам. С вами мы увидимся в последующих передачах. Всего вам хорошего и до свидания. Продолжение следует...